Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Но вы к нам пришли сегодня не в качестве спортсменки, вы человек, который принимает участие активное в экологических акциях, так скажем. И сегодня тема программы у нас Экоманифест. Дело в том, что Департамент природопользования Москвы придумал такую вещь, как Экоманифест. Многие звезды, в частности, вы его поддержали, записали разные видеоролики, почему нужно любить, ценить экологию Москвы, ну и так далее. Почему вы решили принять участие? Ну, конечно, перед тем, как что-то делаешь, ты всегда думаешь, надо тебе это или не надо. Наверное, на это предложение я согласилась практически сразу. То есть мне позвонили, рассказали, кто мне предложил, то есть Департамент природопользования города Москвы. Так как я коренная москвичка, это уже для меня что-то значит, да, и ценно, потому что я действительно люблю свою Москву, свой город. И, конечно, радуюсь, когда он меняется, и я за последнее время в лучшую сторону все стало. То есть, ну, красотища какая-то. Это правда. Да, но и правда, особенно я люблю, не поверите, вечернюю и ночную Москву, когда поменьше народу. То есть, когда понятно, что у нас столько сейчас туриста стало приезжать, да, и как днем иногда думаешь, боже, дайте вздохнуть, прям невозможно. Пройтись даже пешком, ну, наверное, точно такой же трафик, как когда ты едешь на машине. Ну, это радует, что, представляете, такая посещаемость. Вот, и я хотела сказать, что мы немножко от Москвы ушли. И вам предложили, да, принять участие. Предложили и уже показали некоторые ролики. И я, конечно, была вообще потрясена, потому что с таким профессионализмом, во-первых, они сделаны. Они очень красивые, есть стильные, есть смешные. То, что Катя Варнава сделала, я вот этот ролик могу пересматривать. Не знаю, вы не видели еще, нет? Может быть, кстати, сегодня, да, вас смотрим. Посмотрите, потому что его можно, ну, вот несколько раз подряд пересматривать, и ты все время смеешься. Но через этот смех, да, через эти слезы просто начинаешь задумываться. А вообще, нужно вот кидаться корками банана? Ну, нужно ли вот эту вот жвачку, которую ты пожевал, прикреплять куда-то там к зеркалу или просто выкидывать на асфальт? Так что, в общем, это интересно. И, конечно, надо, ну, я задумалась. То есть, у нас вообще по телевизору и на радио очень достаточно много рекламы коммерческой, да. И люди все равно, реклама часто нас цепляет, и мы подвергаемся ей, да, и бежим покупать или иные вещи. Всего за 99 рублей и 99 кофей. Нет, ну, поможет, да, не остаться лысым, там, ну, все что угодно. Будешь здоровым, принимай такие витамины. Будешь здоровым, будешь худым вообще. Вот, ну, все равно это идет воздействие на людей. Ну, вот почему же не принять в социальной рекламе, когда вдруг кто-то увидит, услышит, поймет, пересмотрит свое отношение к природе. И на нашей планете станет просто чище и экологично. Ну, потому что, да, мы, я считаю, что надо думать не только о нас, конечно, на мое вот поколение, наверное, и на ваше хватит, да, всего, этой природы, этой планеты, как говорится. Хватит, надеемся, да. А все-таки у нас есть дети, да, у нас, мы думаем о своем потомстве, да, и надо почаще, наверное, об этом задуматься. Хочется, чтобы мы и так очень много нахимичили, вот, да, вот, нам надо это разгребать как-то и думать, как это можно сделать. Много у нас вопросов, друзья, и вы можете задавать Марии свои 909-928-189, в WhatsApp, Viber, SMS, группа ВКонтакте, страна FM, так что пишите. Не только, ладно, потому что мы про экологию сегодня с Марией поговорим, нам интересно узнать и правила жизни, так что будьте с нами, ну, а пока зажигательная музыка. А пока химичить будут музыканты, друзья, оставайтесь в компании телерадиоканала Страна FM. Мы очень скоро вернемся, поговорим про экологию, и не только, да. Наука и технологии. Сальцы едят в спортсменке высших достижений? Конечно. Да, можно? Иногда. Иногда. Не каждый день, но иногда, когда в удовольствие, это, наоборот, на пользу пойдет. На пользу. Конечно. Друзья, мы продолжаем нашу тему, мы говорим сегодня об акции «Экоманифест» в поддержку экологии Москвы. Вот скажите, Мария, вы же еще и мама, ну, уже в первую очередь. Вот как вы своим... Троих детей. Троих детей. Троих. Я хотела сказать, многодетная мама, потому что нужно, не нужно, что мне поправится. Мне, возможно, мать-героиня за четырех детей дается, а я многодетная. Да, смотрите, вы мама троих детей. Вот сейчас вы уже такой посол экологический. Как-то приучаете молодое поколение тоже блюсти порядок на планете Земля? Вот какие-то правила, традиции у вас, может быть, есть уже в семье? Ну, вы знаете, мне кажется, это вообще зависит от воспитания, и я так была воспитана. То есть это вообще неприлично, да, ты съел яблоко, бросил огрызок просто куда-то на дорогу. Это, я считаю, просто хамство такое. Ну, ладно, яблоко, но хоть еще... Ну, неважно, что там. Какая-то... Жвачку тоже, да. Жвачка, платочек, да, ты посморкался, можешь выкинуть. Ну, как бы для этого существуют урны, они всегда существовали. Как бы это зависит от воспитания, как тебя родители, да, каким человеком тебя родители сделали. Вот поэтому мне, например, воспитывали, я считаю, очень правильно, очень грамотно. И как бы у меня это с детства уже заложено. Конечно, я свои привычки, я, конечно, применяю на своих собственных детях. И мои дети точно так же, конечно. Они больше, наверное, в доме, да, не могут вот этого сделать, за собой убрать, там, выкинуть какую-то бумажку в урну, то есть им все время надо напоминать вещи сложить. Но то, что происходит на улице, они будут себя очень правильно и воспитаны. На субботники не ходите с ними? Вы знаете, ну, как это, школа, это обязательно программа. Мария, то есть вы еще, может быть, макулатуру собираетесь? То есть к одному сходи, к другому сходи, еще на работу приди. То есть постоянно, конечно, это сейчас очень популярно стало. Но время как-то это немножко все затихло, вот это вот субботники. Сейчас это так... Ну, понятно. Как, кстати, дела-то у них, у Владислава. Расскажите, что там со спортивной карьерой? Ну, пока рано говорить, пока ему только 11 лет. Но, тем не менее, уже были гастроли, там, иностранные выезды. Ну, гастроли, иногда мы, да, выезжаем на соревнования. Но вообще у него основная работа, я считаю, да, это хоккей, учеба, хоккей. И мы в очень серьезной школе «Динамо Москва» занимаемся. То есть там это действительно серьезно, потому что, как говорится, если ты не будешь соответствовать этой команде, тебя достаточно быстро попросят оттуда уйти. Поэтому это ежедневная, да, ежедневная работа. Ну, так как я прошла эту спортивную карьеру, и папа, то есть мы много беседуем со своими детьми-спортсменами и их настраиваем. То есть мы никогда их не заставляем, потому что это их выбор, да, тем, чем они сейчас занимаются. Чтобы они были профессиональным спортсменом, это их выбор, да? Ну, то есть они должны к этому прийти. Ну, знаете, мы дали, конечно, им возможность. И Владислав вообще у меня занимался и плаванием, занимался изначально, и хоккей. Я ему предлагал футбол, ну, конкретно сказал, что это не его, даже маленький. И немножко, когда успевал, периодически забегал на тренировки по большому теннис. Ну, вот в конечном итоге все так отвалилось, и... Выбор остался. Да, ну, сейчас уже понятно, потому что когда это по 2-3 тренировки в неделю, то это можно все успеть. А когда тренировки каждый день, то, конечно, тут надо уже выбирать. Это уже работа. И он выбрал, да, и действительно, я вижу, что он растет, знаете, растет в голове, скажем так. Молодец. Я имею в виду, потому что... Ну, зре он таким становится, да? Ну, я вижу, как поменялось его отношение к тренировкам. То есть и слышу даже хвалебные, скажем так, отзывы от тренера, что Владислав прям... Талантлив. Не талантлив. Я не хочу говорить пока такие вещи. И именно тренер от них сейчас требует вот этого вот работы на тренировках, да, чтобы он видел ежедневное желание вот это и отдачу от спортсменов своих. Я практически слышу вот голос Александры, которая сказала бы, а что же мама про меня не расскажет? Александр. Ну, об этом мама расскажет чуть позже. Будьте в компании Страны ФМ, друзья. Мы вернемся. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна ФМ. Мы говорим не только про экологию, говорим про спорт, говорим про детей. Итак, Александра, что же, как у Александры дела? Что там интересного? Ой, ну, Александра вообще, как девочка, она абсолютно обладает другим характером по сравнению с Ладом. Мне гораздо с ней проще. Мне не надо заставлять ее делать уроки, например, потому что она настолько самостоятельна, она знает, что она очень сильно подведет свою учительницу, если она не выполнит вечером уроки и придет неподготовленная к школе. То есть уровень такой самостоятельной ответственности. Да, кстати, она может, вот, то есть я тоже, бывает, сильно устаю. Я говорю, Александр, ну я тогда пошла уже, вот, все больше не могу терпеть. Она говорит, хорошо, мам, я сейчас все доделаю, все погашу и пойду спать. Само-мотивация, друзья. Но при этом она тоже занимается спортом, тоже дали такую возможность, тоже было плавание, теннис, хоккей не было. Да, женского хоккей. Фигурное катание претендовало? Знаете, я бы посмотрела, я была на Олимпийских играх в женский хоккей, очень даже зрелищный такой, все серьезно. Ну, вы знаете, я не отрицаю и не говорю, что женщины не должны в это играть. Но дочери такую бы судьбу я бы не выбрал бы самостоятельно. Не, ну если вдруг она бы сама захотела, там, знаете, такой, прям пацан такой был в юбке, то ну что делать? Ну у меня абсолютно девочка-девочка, я даже не знаю, как она занимается при этом спортом. Вот смотрите, вы нам вне эфира, как раз я тоже нашим слушателям и зрителям хочу это донести, говорили о том, что везет тому, кто везет, по большому счету. И мы обсуждали там ситуацию в женском фигурном катании сейчас. И вы говорите, нужно делать, нужно, ну вот как в жизни, да, брать и делать, тогда будет какой-то результат. А если вы понимаете, что, допустим, ваша дочка, да, Саша, такая более мягкая, нерешительная в чем-то, вот... Нет, да что вы. Не так? Нет, у меня... А если бы такая была, вы бы как ее перевоспитывали, как-то этот навык тренировали, или, ну пускай, пускай так. Как вы считаете? Я думаю, что, нет, характер, он все равно уже заложен. То есть можно... Почему говорят спортивный характер, да? Его не выработаешь, в принципе. Но добиться, да, если у тебя есть предрасположенность, и закалить, и просто сделается характер стальным, возможно. Да. Вы знаете, Александра у меня тоже ходила в театральный кружок. Так. И тоже достаточно серьезно занималась, и мы ходили на спектакли, и я, честно говоря, была... Ну просто я не ожидала такого перевоплощения в своем ребенке. То есть я... Что есть такое, да? Да, когда там в спектакле Дюймовочка, она играет не самую интересную, может быть, роль. Она играла мышь. Ага. Вот. Но она так... Такое там надела, что она просто, мне кажется, была главной героиней. Затмила. Такая мышь была, что... Вот. Ну и тоже вот теннис был, и... Ну так как с каждым годом тренировок все прибавляется, прибавляется. Нельзя, да, там сначала три тренировки в неделю, потом четыре, потом это каждый день, потом это надо... Тем более часы еще удлинять. Вот. Я говорю, Саша, ну у нас просто не получится с тобой все. Твой выбор, что мы заканчиваем. Вот решили. Она сказала, мам, ну, наверное, мне придется с театром распрощаться. Вот. Ну и я подумала, в принципе, театр, мы всегда успеем, да, как говорится... Есть еще время. Да, быть актрисой, но никогда не поздно, как говорится, если у тебя есть к этому талант. Правильно? Ну, чтобы в театрально успеть поступить. Тут же это... Да, ничего страшного, я имею в виду, да. Спорт, он настолько короткосрочен, настолько молод, что вот мне вот мои слова... Не мои слова, а слова моего одного из тренеров. Когда Маша, ну когда просишь, а можно вот мне отпроситься, пойти на уроки, что-то задать? И вот я помню, он так кричал. Говорит, Маша, запомни, учиться никогда не поздно. А вот кататься, время, оно закончится. И это надо осознавать, да? Это надо осознавать, поэтому мне нравится ее настрой спортивный. И молодец она, и теннис такая вещь, что очень часто проходят турниры, и есть выигрыши, и часто проигрываем. Но вот здорово, что ее эти проигрыши, наоборот, стимулируют на лучшую работу на тренировках. То есть она проиграет игру какую-нибудь. Так, звони тренеру. У меня сейчас тренировка будет. Я говорю, Саша, он не может так взять по звонку, приехать? У нас есть расписание. Ну то есть мне нравится это, ну, хороший посыл. Упорство, упорство. Хорошая мотивация, друзья. После этого мы сейчас немного музыки сюда добавим в эфир страны. Ну да, потанцевать, да. Потом вернемся к разговору. Дамы и господа, Мария Бутырская в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». У нас продолжаются разговоры на тему спорта, на тему экологии. Кстати, по поводу эко-манифеста. Маша рассказала, значит, о своих любимых местах в Москве, да? Красивых. Ну, а то, что просто любит Москву. Да, я просто люблю Москву. Вот куда-куда надо сходить тем, кто, может быть, приезжает зимой, да, к Новому году? Гостям столицы. Посмотреть на Москву. Что надо посмотреть, кроме Красной площади? Что посоветует коренная москвичка? Топ любимых мест Марии Бутырской. Да. Может быть, экопарков каких-нибудь, заповедников, просто парков. Ну, какие-то любимые места. Давайте три хотя бы. Два. Запарк. Так. Московский на баррикадной. Да, но помимо Красной площади, да, ну, это понятно, это историческое место, но мне, например, нравится Бульварное кольцо. Гулять прям. Да, погулять. Вот у нас периодически бывает такое, что мы с мужем, вот, вечерком. Это так редко. Редко летом, когда тепло. И попозже, пока нет народу. Так. И... Ну, вы знаете, нет, ну, у нас сейчас настолько все изменилось. Парки любите? Вот сейчас, который... Я... Ну, можно в Коломенске, например, потрясающе. И не только сейчас, да, это давным-давно уже. Прекрасное место, да. Прекрасное место для того, чтобы сходить погулять. Вот наш ролик снимался тоже в заповеднике. И, знаете, я была поражена. Холод, вот правда, очень было холодно. Да. То есть мы вот снимали, я иногда даже плакала. Вы как раз говорите, да, о заповедниках столицы? Ну, ноги. Но я была потрясена, какое количество народу. Кто гуляет просто с детьми, причем с термосом, там, с чайничком, чтобы не замерзнуть. Кто бегает? Кто вот занимается скандинавской, да, ходьбой? Очень много даже не групп, а, да, спортивных каких-то групп, команд занимаются спортом. То есть вот у нас даже была, когда вот при съемках, да, мы не могли выбрать пустое место, чтобы меня отснять одну. Постоянно, постоянно люди. И вот действительно, очень красиво. И пруд, и такое количество уточек. В общем, ну, не знаю. Время, знаете, идите всегда, почему, да, вот мы всегда бежим, бежим куда-то. Ну, понятно. Говорят, трое детей, мама трое детей, да. Да, но мне, наверное, повезло, что я живу, я даже прям так сказала бы, в эко-поселке. То есть наш поселок находится на месте бывшего леса, да, и этот лес вырубили не до конца под поселок, да, под чистоту. Сколько, сколько надо. А вот у нас практически все эти дома между деревьями, да, посажены, вот, стоят. И, а внутри вообще целиком лес. И белки, зайцы, я не знаю, ну, это потрясающе вообще. Поэтому нам, да, далеко ходить, как говорится, не надо. На природе. Например, выходишь, и с ребенком удобно, с маленьким туда ходить гулять, и дети, все, мама, мы побежали. И кто на велосипедах, кто на самокатах, в общем, ну, летом вообще очень много гуляем. Ну, у вас в поселке там все чисто? Вы знаете... Мы, у нас есть общий чат, общий чат, и, конечно, мы вообще за чистоту... Кто бросил пластиковую бутылку? Да, ругаем собак, и, ну, собак-то мы ругать не можем, мы можем ругать только хозяев, да, которые вот собачки наделали, да. У нас мусорная, ну, мусорка, да, а на ней висят пакетики специальные, для того, чтобы, ну, вдруг... Ну, конечно. И вот раз, сразу все убрал за собой, за своей собакой, и, ну, конечно, да, мы вот... Вы знаете, это как в доме, да, ну, вот мне тоже кажется, ты у себя в доме стараешься все время, ну, свой дом держать в чистоте и в порядке, да, это как-то нормально для нас, это норма. Вот поселок это уже большой, да, такой твой дом, ну, это твое, потому что ты знаешь твоя территория. Ты тоже стараешься там, а почему за территорию ты вышел? Ну, если ты привык дома, там, в поселке, значит, дальше выходя из поселки, ну, у тебя такое же будет это отношение к природе, поэтому... Маш, Новый год в поселке, всем поселкам, отвечайте, как у вас? У вас там деревьев-то много, елок-то, наверное, хватает? Вы знаете, ну, это как получится, справляли мы, правда, не прошлый Новый год, а в поселке, и действительно оставалось очень много народу, и... Праздничное так было, да? Да, ну, вообще так мы стараемся все дружить, общаться, то есть такая... Я понимаю, что мы все разные, и все равно, наверное, такой большой семьи сейчас не получится, но часто... Вот дети вообще, вот знаете, что такое дети? Такие хорошие соседские отношения. Вот детей найти в поселке практически невозможно. Ты не знаешь, в каком доме они окажутся. Если у них нет телефона, то есть ты буквально ездишь... А-да какие-нибудь значки. Ездишь, да, на машине, да, и смотришь, где велосипед или самокат твоего ребенка. Ага, нашел! Ну, заходишь... Да, такой вопрос. Смотрите, Мария, поскольку у нас программа называется «Наука и технологии», и мы говорили с вами не только о экологии, но и о спорте... Вы меня не предупреждали, я бы хоть подготовила. Смотрите, да нет, нет, вопрос такой. Вот мы говорили и о фигурном катании, в частности. Вот сейчас одна сложность. Сильно отличается фигурное катание от того, когда спортсменкой были вы, и сейчас. Вот женское одиночное катание. Вообще-то две разные вещи. Сейчас. Ну, посмотрите, когда я каталась, это практически было, вот когда я чемпионат мира выиграла. Это было 20 лет тому назад. Так. Ну, конечно, за 20 лет фигурное катание ускакало далеко вперед. Ну, то есть бывает так, что вы смотрите, иногда думаете, ого-го. Особенно, наверное, это касается женского одиночного катания. Конечно, во-первых... Технологии другие. Судейство другое. И, конечно, оно подбадривает наших спортсменов немножко по-другому кататься. И очень сложные стали вращения. То есть раньше мы как-то у нас... Может быть, вот, да, прыжки. Я понимаю, нет, девочки тогда не скакали и практически все не делали каскады из двух тройных, да. Это было, ну, больше нормы. То есть тройные прыгали все, да, как бы. А вот 3-3, это уже нет, которые позволяли себе, у кого это получалось. Сейчас, как бы, без каскада 3-3, ну, можешь вообще не выходить на старт, потому что это... Это не норма, ну, да, это норма, да, обязательная составляющая. Но очень сильно изменились сами программы, потому что они настолько внутри стали сложнее. То есть все переходы, дорожки, везде надо следить за ребрами, выкатывать там петельки, троечки, скобочки. То есть мы раньше на этом не задумывали. Хотя мы это очень хорошо делали, потому что мы катали до этого школу. И понимали, что такое ребра... В общем, каждая секунда используется для того, чтобы что-то показывать. Все надо делать на уровень, на плюс 5, понимаете? Это надо сделать так, чтобы у судьи вот так опустился рот, вау, он сказал, и тогда он поставит 5, плюс 5. Как только ты где-то малюсенькую ошибочку себе позволил, да, там ручкой, ножкой дотронулся льда, ну, судья, сразу тебе... Понятно. Минус 4. И это такой большой, огромный диапазон между плюс 5 и минус. То есть на качестве элемента ты можешь потерять очень большие баллы. Маш, чтобы нам тоже баллы не потерять, у нас тоже есть судейство. Сейчас надо паузу сделать, а потом мы продолжим. Да, конечно, с удовольствием. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дорогие друзья, мы продолжаем. Мария Бутырская в гостях на телерадиоканале «Страна.ФМ». Маш, сейчас вы же тренер. Расскажите вот об этой стороне своей жизни. Или не успеваете вот прям так тренировать с тремя детьми как надо. Ну, скажем так, да, наверное, сейчас в таком лайт-режиме нахожусь. Но когда-то он же, наверное, поменяется. Ну, вообще, это ваше? Это ваше вот тренировать? Или все-таки вы прекрасный исполнитель и спортсмен? Нет, вы знаете, мне нравится. А ты тоже тренерство ваше? Мне нравится, и вы знаете... Вы понимаете, как? Ну, представьте, какой опыт, да, сколько знаний в твоей голове. И, конечно же, надо поделиться. Отдать. Вот. Ну, вот сейчас так получается, что... Сейчас нас внимательно смотрит, слушает Гордей, он думает, сколько еще мама будет рядом, чтобы... Гордей полтора года. Не переживать, да, что... Чуть больше. Ну, Гордей скоро в сад пойдет. То есть время... В ясельке, в ясельке. Будет побольше времени, и тогда... Мама освободит время. Да, ну... Нет, ну, вообще, подождите, вы говорите, много всего опыта. Ну, не каждый же спортсмен хороший тренер. Не всегда получается объяснить, терпения не хватает. Не каждый спортсмен хороший хочет стать тренером. Вот в чем дело. Все идут куда-то туда высоко, в политику, на руководящие роли, хотят быть чиновниками. А хорошо бы взращивать. Да, все такие же великие, поэтому там лучше сидеть. И никто не хочет заниматься, в общем-то, достаточно очень сложной... А кто будет смену готовить, Маша? Ну, а есть... Вот в этом и вопрос. Вот. Вот, да, вопросы тут в чем. Что есть спортсмены, которые не смогли реализовать свои возможности. И когда они закончили спорт, они хотят реализовать себя именно как тренеры. Через... И очень здорово получается, да. Да, потому что вот, как бы, вроде опыт есть, да, знания есть, мест нету, а желание огромное. Вот, поэтому вот так вот. А, смотрите, ну, вы вот сейчас, когда даже уже работали тренером, ну, там, вы говорите, лайт-режим, но тем не менее, уже сразу видно, вот кто пойдет дальше, либо вот нужно посмотреть, дать время этому человеку маленькому. Ну, очень коротенькое время можно дать, как бы, испытательный срок, вообще, в принципе, за неделю все понятно. Есть дар, нет, ну, не способности какие-то. Да, да, да. Есть смысл складываться. Понятно, что должны какие-то быть данные изначально, хотя бы данные, не способности даже, а вот данные, чтобы все остальное... Маша, это больше физика или все-таки характер? Что? Или то и то. Нет, просто желание. Желание. Желание и работоспособность, вы знаете. То есть, всему, вот, если ты очень хочешь и очень желаешь, но понятно, что если ты девочку отдать фигурное катание, и она станет, вырастет, да, растет до роста метр девяносто, но это просто неправильно будет, да. То есть, она будет работать до какого-то определенного времени, она дойдет, что-то сделает, а потом... А потом баскетбол, да. Ну, вот, правда, да, и поэтому каждый родитель, я вот считаю и просто советую каждому родителю, перед тем, как куда-то отдать, да, не надо свои мечты реализовывать. А вы подумайте, посмотрите, в чем талантлив твой ребенок. Он обязательно в чем-то талантлив. Кто-то хорошо поет, кто-то хорошо танцует, да, у кого-то чувство музыки, да, у кого-то действительно спортивное. Спорт точно так же подразделяется, да, есть гимнастика, когда видно, что... Девочка очень гибкая у нее, потрясающий подъем, да, высокий подъем. Все такая точеная, стройная, да. Сами знаем, куда идти, художественная гимнастика, да. Есть другие виды спорта, в общем, надо смотреть и развивать этот талант в своем ребенке. Так. Со временем, Маш, может появиться, например, школа Марии Бутырской? Знаете, я сейчас настолько не хочу в данный момент говорить о работе. Правду вам говорю. Хорошо. Потому что, если я начну говорить, меня уже не остановишь, и сейчас, да, я про кого-то не очень хорошо скажу. Вот не надо вам это, хорошо? Всему свое время. Хорошо, мы тогда напоминаем, друзья, что Мария Бутырская приняла участие в эко-манифесте. И всех приглашает быть бдительным к Москве родной. И можно посмотреть... Почему только Москва? Не только Москве, но, конечно, поскольку мы говорим о акции, которую устроил Департамент природопользования Москвы. Они, видимо, больше задумывались над этим, да. Да, и мы говорим вам, Мария, большое спасибо вам. Передаем привет деткам. Спасибо большое. Да. Супругу. Супругу, да. И спасибо за те советы, которые мы услышали в эфире и увидели. Спасибо вам большое. И, конечно, всегда помним программы замечательные ваши, и помним, как болели и переживали. А теперь вот так можем поговорить с прекрасной мамой троих детей. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях была Мария Бутырская, чемпионка мира по фигурному катанию. Прекрасная девушка. Спасибо большое. Берегите природу. Марш, спасибо. Спасибо.